Здравствуйте, дорогие читатели! Часто люди не понимают, как можно улучшить судьбу и зачем нужно судьбу принимать. Я недавно один знакомый задал вопрос. Скажите, вот высокие вибрации сейчас идут, и, как я понял, многие сейчас говорят об этом. Те люди, у которых низкая вибрация, это бывает при обиде, ненависти, жадности, они будут умирать. Вот говорят, что при встрече с Богом человек может умереть. Я говорю, понимаете, в чём дело? Вибрации это звучит научно, звучит красиво, но как повысить вибрации? Становиться добродушнее. А тогда, при чём тут вибрации? Нужно говорить о добродушии, о умении любить. И это самое главное, чем переводить на технический язык каких-то вибраций, подсчитывать количество, качество. И вот я своему знакомому объясню. Для того, чтобы перейти в завтрашний день, у нас не должно быть внутренней агрессии. Почему? Потому что, когда мы встречаемся с тонкими планами, на тонких планах один человек – это всё человечество, мы там все едины. Поэтому обида на одного человека будет убивать всё человечество. Естественно, она развернётся и будет убивать автора. Поэтому люди агрессивные, когда начинается соединение с тонкими планами, они получат усиление программы самоуничтожения. Всего-навсего. И спокойно уйдут с лица земли. Поэтому здесь вводил вопрос. Как преодолеть программу самоуничтожения? Ответ очень простой. Его дал Христос. Он сказал, не ищите счастья на земле. То есть, какая у вас главная цель, такие у вас будут чувства. Если у вас главная цель – деньги, вы будете агрессивны. Если у вас главная цель – благополучие, даже общественно, других людей, вы будете агрессивны. Кстати, те, кто западали на коллективном благополучии, коммунизме, гораздо более жестокими оказались, чем даже простые убийцы. Потому что здесь объём поклонения гораздо больших масштабов. Так вот, если ваша цель – даже попасть в рай, вы будете агрессивны. Потому что рай – это символ благополучия. И у вас с ним будет агрессии только в одном случае. Если ваша цель – любовь к Богу, единили с Нему, подавление к Нему. Об этом говорят все религии. И в первую очередь, научиться любить безусловной любовью. И вот если мы на любую неприятность реагируем как на божественное проявление, которое нужно принять с любовью, а потом менять так, как мы хотим, это как непослушный ребёнок. Если мы раздражаемся на него, мы его воспитать не сможем. Но если мы говорим тёплые слова, слова ласки, любви, а потом чего-то требуем, он будет меняться. Вот так же и с судьбой. Судьба меняется тогда, когда мы её любим и когда делаем усилия по её изменению. А главное условие изменения судьбы – это мы. Потому что наш характер – это и есть судьба. Поэтому любить нам нужно так же себя и каждый день улучшать своё внутреннее состояние. Вот когда наша душа незаметно начнёт сдвигаться в лучшую сторону, вот тогда у нас изменится судьба. Но для этого нужно эти усилия делать постоянными. Не какими-то рывками, а медленным, непрерывным усилием. Вспомните, Христос говорил, как горчичное зерно, как захваска – по чуть-чуть, но непрерывно. Или японская пословица – медленно ползёт улитка по склонам фудзиямы вверх до самых вершин. Так вот, насколько мы готовы непрерывно меняться, идти к любви, настолько у нас будет меняться судьба. Ну а теперь практика. Продолжение следует...